Добрый день, зовут меня Виталий Иванович, Стамов моя фамилия, Сеченовский университет, вторая больница, университет клиническая. Я попытаюсь вам показать принципы правильности одевания костюмов идеальной защиты, так называемая СИЗ. Мы начинаем с того, что мы одеваем перчатки первого уровня, те, которые, они называются нейтриловые перчатки, те, которые являются, по сути, потом вашей кожей. Вы их не снимаете никогда, до того момента, пока вы не вышли в чистую зону. Очень важно правильное их одевание, потому что любой дефект этих перчаток, если вы порвали их на этапе надевания, будет сказаться потом на вашей защите обязательно. Надели перчатки, проверили, что все хорошо, герметично, максимальная защита запястья. Дальше. Мы одеваем шапочку, обычная хирургическая шапка, с таким вариантом, что мы всегда смотрим в зеркало, либо кто-то контролирует наше одевание, что подсказывало наши ошибки. Закрываем уши. Вроде бы нормально. Дальше. Мы одеваем уже костюм. Он может быть тавик, может быть, какие-то другие варианты костюмов. Естественно, по размеру своего тела. У кого L, у кого M. Но, в принципе, если вы ошибетесь, оденете для себя костюм самый большой, ничего страшного не будет, он соберется. Главное, для людей крупных, не одеть маленький костюм, там будут проблемы. Я пока одеваюсь в обычной одежде, но вы знаете, что предварительно вы уже находитесь в одежде хирургической. Это можно одевать сидя. Могут помощники в этот момент, кто помогает одеть. Как правило, они у нас есть. Дальше. Рукава по очереди. Один. Другой. Дальше. Значит, если костюмы вот такие, как этот, одноразовые костюмы, мы делаем специальные прорези вот в этих местах для того, чтобы палец проник в эту прорезь, потому что без этого часто костюм ускользает. Либо у ряда костюмов есть специальные завязки, которые мы фиксируем за пальцы. Это нюанс, который надо учитывать. Либо обрабатывать здесь бумажным скотчем, либо прорези делать в пальцах, иначе на 8 часов вы не вырежете в этом смысле. Дальше. Застегивание костюма. Одевание респиратора перед зеркалом, либо с помощником. Респиратор только 3-го класса защиты для реанимации, для других отдельных 2-й класс защиты, может быть, FFP2 или 3, для реанимации FFP3. В крайнем случае N95. Одели, проконтролировали. Одеваем маску, очки, типа дайверской маски, они могут быть разные, разные модификации. Прилаживаем ее так, чтобы все было герметично. Перед этим маску обрабатываем средством для противозапотевания, иначе не получается. Либо какие-то антифоги стандартные, либо банальное мыло, жидкий раствор, для того, чтобы после одевания запотевания не было. Это большая проблема у всех людей, кто использует подобные вещи, быстрое запотевание. В защите переносицы, скул, мы используем обычно какие-то лейкопластыри, какие-то пластыри с подушечками для того, что место переносицы, куда одевается и маска, и вот одновременно и респираторная, вот эта жесткая часть пластина, и маска травмируют переносицу. Поэтому мы защищаем это место хотя бы какими-то вариантами простой защиты бактерицидной пластыри с подушечкой, либо еще лучше какие-то гидрогелевые накладки. Мы одеваем бахилы, желательно повыше. Мы можем потом бахилы подкреплять бумажным скотчем. Мы договорились о том, что мы обработали антифогом любым раствором, либо официальным, либо какой-то специальный защитный слой, как хоккеисты используют перед своими матчами, или банальное мыло. Одеваем маску, либо дайверской. Застегиваем костюм. Все это перед зеркалом, чтобы видели сами. Либо помощники помогают вам это все увидеть, уши закрыты. Так, еще не все. Мы одеваем вторую пара перчаток. Обязательно. Вторая пара перчаток. Которая уже накрывает средства защиты. Они другие. Это уже не нейтриловые перчатки, а тоже латексные перчатки. И вот только теперь мы готовы к работе в зоне А. Так называемая грязная зона. Опять-таки все проверили, прежде чем туда выходить. Проверили, как вы дышите. Проверили, как вы не запотеваете ли очки. И только после этого вы уже готовы выходить. Ну, перчатки здесь немножко не того уровня, поэтому я не добиваюсь конкретики. Но вы поняли, что вторая перчатка должна накрывать рукава. Вы закончили свою работу. Самые грязные мероприятия, все сделано. Теперь вы выходите в чистую зону. Очень важно не только правильно одевать костюм. Не менее важно, если не более важно, его правильно снимать. Как вы его снимаете? Любое действие в зоне снятия костюма предваряет обработка рук. Сначала вы обработали антисептиком руки. Потом вы сняли первые перчатки, то есть старые. Сбросили их. Обработали руки опять. Дальше перед зеркалом, либо с помощником вы расстегиваете комбинезон. Уже можно обработать руки. Дальше вы вот так вот сбрасываете костюм. Вылезаете из него, как змея из своей шкуры. Либо вам помогают снаружи это сделать. Сняли бахилы. Вот таким образом снимаются ноги. Ваши тапки остаются на вас. Костюм этот выбрасывается в бак для обеззараживания. Обработали опять руки. Дальше снимаете маску. Специальный бак с раствором для обеззараживания. Обработали руки. Респиратор. У меня вместе с микрофоном и с маской снялся. Но вы поняли, что сначала респиратор, потом маска. И обработка рук. Опять обработали руки. Только теперь мы снимаем последний слой перчаток, который был сначала первым. Все это сбрасывается на обеззараживание. Опять обработали руки. И вы готовы для того, чтобы пойти принять душ. Все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова